Друзья, всем привет! Вы находитесь на моем канале. Меня зовут Яна и сегодня вы находитесь на моей кухне. У меня есть такое сегодня появилось желание. Всем привет! Сегодня, я думаю, что вы поначалу видео поняли, что я что-то готовлю. Что я буду готовить? Я буду готовить плюшки с сахаром. Это очень такая, знаете, выпечка, которая вызывает ностальгию у многих людей, в том числе и у моего мужа. Буквально вот, наверное, полчаса назад мы что-то с ним проговорили. Он говорит, я спросила, ты любишь ватрушки с творогом? Он говорит, нет, я ватрушки с творогом не люблю, люблю просто ватрушки с сахаром, как у меня делала мама. Я сразу же зашла в интернет, нашла рецепт, очень простой, на мой взгляд, и подходящий по продуктам. То есть у меня, в принципе, сейчас все есть. Что нам понадобится? Я, кстати, рецепт напишу под названием видео. Значит, сейчас я беру пол-литра молока. Сейчас вот видите, у меня молоко 3,2%. Я пока тут все готовила, подготавливала, оно у меня уже, честно говоря, остыло. Оно должно быть слегка теплым. Сейчас я поставлю микроволновку. И пусть оно немножко нагреется. Пока оно разогревается, я покажу. Вот у меня вот такие дрожжи. Сов момент. Здесь 11 грамм. И на килограмм муки я всю эту пачку добавлю. Так, я думаю, что все. Вот оно не должно быть горячее ни в коем случае. Никогда не добавляйте в горячее молоко дрожжи. Они у вас сразу погибнут. По крайней мере, тесто точно не поднимется. Так, у меня здесь такая тара, 4-х литровая, от мультиварки. И расстойка теста у меня будет именно в мультиварке проходить. Потому что закрытое пространство и не пропускает воздух, и не птик сквозняков. Ну, в общем, вы знаете, да, что дрожжевое тесто, оно любит тепло. Так. Ну, в принципе, в принципе. Честно скажу. Мне кажется, холодновато. Что-то как-то вроде кружка у меня нагрелась, а само молоко не нагрелось. Сейчас я буду снова его разогревать. Пусть оно хорошо, видимо, прогреется, потому что так вот, видимо, кажется, да, что кружка нагрелась. А на самом деле молоко, по идее, холодное. И, конечно же, обязательно добавлю муки. Муки, естественно, килограмм мы добавлять не будем. У нас должна быть консистенция, как на оладье. То есть, такая жиденькая. Ну, как, не совсем жидкая, как на блины. Такой, как на оладушке. Такая жидковатая, густоватая. Вот вы сейчас увидите, что будет происходить. Сейчас попробую проверить. Вроде все хорошо. Так, добавляю молоко. Нам нужен процесс, чтобы уже запустился. Добавляю вот эту пачку приваз, открываю. Дрожжей. Вообще-то, живую выпечку готовлю редко, только вот куличи. Это прям моя любовь, это моя традиция. Все, кто думал о моей куличи, просто в восторге оставались. Так. Значит, теперь я вот в этой емкости мешать нельзя. Ничем таким деревянным. Мы сейчас просто, просто в молоке размешаем наши дрожжи. Немножко добавим сахара. Ну, как немножко. Чтобы вам было понятно, знаете, немножко у всех по-разному выглядит. Столовую ложку. Потому что дрожжи прекрасно работают вместе с сахаром. Они просто замечательно дрожжи. Просто они, ну, как бы они питаются, дрожжи питаются сахаром. И, ну, получается, как размножаются, что-ли. За счет этого тесто хорошо поднимается. Так, я так размешиваю. Конечно, они сейчас все у меня не растворятся. Пошла я за мукой. Муку я сейчас не подготовила. Сейчас буду муку добавлять. Так, достаю свою любимую баночку Нейли. Здесь у меня лежит мука. Вот мука. Мука, мне нравится, французская штучка. В принципе, неплохая мука. Но, еще раз повторюсь, муку я впрок не закупаю. Потому что заводится всякая гадость. Вот, вы знаете, немножко дозировано. Дозировано добавляем муку. У нас, как на оладе, должно получиться тесто. Консистенция именно такая. Никак иначе. Это у нас сейчас первый этап. Опара называется. Это называется опара. Дальше мы будем готовить с вами доклад. Доклад в тесто. Кстати, вот принцип похож на, как я готовлю кулич. Примерно так же. Так, сильно густо не делайте. Пару. Сильно не делайте. Никогда не спешите с добавлением муки. Потому что вам, может быть, покажется, что вы добавили мало. А на самом деле, достаточно такая, может получиться густая история. Но это не совсем хорошо тоже. Для опары это не совсем хорошо. Так, у меня еще пока жидко. Пока, видите. Ну, как вот на блины, как жидкие блины получаются. Этого мне недостаточно. Значит, я попробую еще добавить. Все дозируйте. Я вот с дрожжевой выпечкой, конечно, не дружу. Вот у меня больше мне нравится без дрожжей. Во-первых, она без дрожжевая, она более полезная, да. Но бывают моменты, когда хочется чего-то вот такого домашнего. Аромат, как вы знаете, аромат свежего хлеба. Это очень создает такой, знаете, уют в доме. Имейте в виду, что вообще у кого семья, когда дома пахнет выпечкой, все домашние, в том числе и ваш муж, он будет счастлив. Потому что у всех у нас были бабушки. И, возможно, у кого-то есть бабушки. У меня, слава богу, есть. У всех были и есть мамы. Ну да. Вы меня понимаете, о чем я говорю. Детство, воспоминания о детстве, ностальгии, деревня. Это все выпечка нашей бабушки. Смотрите, видите, у меня уже густеет. Вот. Видите, уже густо. Буквально еще чуть-чуть добавлю. Сейчас я вот размешаю. Чуть-чуть добавлю еще муки, и будет идеально. Вот. О чем я говорила? Говорила о том, что ностальгия по детству, по воспоминаниям, это нас очень согревает. Особенно в такие дни, когда случились какие-то непредвиденные обстоятельства, ситуации какие-то на работе. Ваш муж приходит, немножко расстроенный, например, загруженный работой, но он приходит и ощущает этот аромат великолепной выпечки. Ну, это на самом деле, вот поверьте, это рабочая тема. Все, у меня отличная консистенция. Просто замечательная получается. Сейчас я вам поближе вот так покажу. Видите? Вот так вот должно быть. Вот так. Это и не густо, слишком, да, и не жидко. Это идеальная консистенция вашей опары, которая у вас поднимется. Поднимется очень быстро, я думаю. Так, я прямо, знаете, разговариваю, мне так хорошо. И когда мешаю тесто, мне так хорошо сейчас. Мне этого не хватало. Вот. Так что уют в доме... Сейчас попробую. Ну да, оно такое сладковатое. Уют в доме, это, конечно, должна женщина создавать. От женщины многое зависит. Зависит очень много. Вот поверьте, это... Как женщина день начнет? С чего начнет, да? С каких слов, мыслей? Так этот день у нее и пойдет. Все. У меня получилась вот такая опара. Сейчас я мультиварку. Поставлю тесто. Нажму режим йогурт. Оно у меня не будет там ничего, там готовится, в принципе. На самую низкую температуру 40 градусов. Но вы знаете, как сначала делала? Я вроде как его выставила, а потом выключала, чтобы вот это тепло, как бы оно просто сохранилось и держалось. У вас все прекрасно поднимется. Так, все, я пошла. Сейчас я тут с вами. Так, ставлю. Сейчас я вас, наверное, тоже приглашу сюда. Покажу, как это все выглядит. Значит, смотрите. Вот у меня вот эта мультиварка Bosch. Я ее включаю. Здесь у нас стоит мой режим. Мой режим. В принципе, можно поставить мой режим. Это интересно. Так, это у нас время. Самая низкая – это 40 градусов. Так, в принципе, мне йогурта будет достаточно. Вот режим йогурт у меня. Просто я под этим режимом как раз-таки готовлю всегда куличи. По времени. Я думаю, что за полчаса ваша опара поднимется. Сейчас я выставлю время. А что я мучаюсь? Вот длинная, да? 10. Я сейчас все равно. Пусть просто определенное тепло такое у них возникнет, да, в мультиварке. Я когда пойму, что там все хорошо, я приоткрою и выключу, и закрою. И все. Я больше не буду открывать мультиварку. И через полчаса я приду, и у меня будет хорошая опара. Я просто уверена. Я просто вижу уже, что тесто хорошо так будет подниматься. А дальше, пока это все у нас опара происходит, да, опара поднимается, я расскажу, что буду делать дальше, какие ингредиенты у меня должны быть. Так. Сейчас. Сейчас я немножко приоткрою. вот дно, оно все равно нагревается и сильно, плохо, если сильно будет нагреваться. Я помню, в первый раз делала, когда у меня ничего не нагревалось. Вот. Я сейчас отключаю. Не дай бог, чтобы там сильно нагрев пошел. нагрев все равно не будет такой супер мощный. 40 градусов это немного. Так вот, у меня опара, это моя. Я всегда пробую тесто. На вкус, какое оно. Ну, конечно, еще дрожжи. Дрожжи. Такой горьковатый вкус дают. Все, я ее отключила. Через полчаса к ней мы вернемся еще. Так, у меня есть, не вращаясь, внимание, бардачок такой. Значит, вот это все я убираю сразу. Вот это мы выкидываем. Сахар мы, ладно, не будем закрывать. Я еще таскала сахар, потому что у меня понадобится один из сахара еще. Что дальше? Что дальше? Сейчас я возвращаюсь к своему рецепту. Так. Вот у меня рецепт. Девочки, ты нашла? Значит, доклад. Два яйца. 150 грамм сахара. Одна четвертая чайная ложка соли. Ну, в общем-то, и сливочное масло. Сливочное масло должно быть растопленное. Так, ну, сейчас будем делать доклад. Это будет очень классно. Так, сейчас я тогда подготовлю все и к вам вернусь. Итак, значит, здесь у меня два яйца. Я растопила 200 грамм сливочного масла. У меня дошковка. Это производит серпахов. Мне привязала свекровь. Значит, я пересыпала сюда вот бокал 120 грамм сахара в рецепте 150. Но так как я 30 точно добавила в опару, я думаю, что 120 мне достаточно. Вообще, если вы любите очень сладкую выпечку, вы можете больше сахара добавить. Это чисто как бы уже не влияет на качество вашей выпечки. Тут уже как вы любите. Так, вот у меня масло я растопила. Что мы делаем? Вообще, в идеале, конечно, миксер. Но я сегодня, так как не хочу шуметь, у меня ребенок спит. Ну, вообще. Так, мне тут детский клуб прислал сообщение. Сейчас я отвечу, секунду. Так, попробуем прийти. Сегодня уснул раньше. Нас пригласили в детский клуб. Молоденько, я не в этой двери. И не получилось у нас. Ну, у меня вот время. Ребенок как раз спит. Так, итак. Значит, мы убиваем яйца. Добавляем немножко. Я все, кстати, на глаз делала, в принципе. 1,4 соль. Потому что соль, она подчеркивает, то есть соль с сахаром, а соль усиливает сахар вкус. То есть вкус будет более яркий и вкусный. Ну, я сильно не взбиваю. Вообще, в идеале, в хорошую пену лучше взбить. Сейчас добавляю сахар. Сейчас добавляю сахар. У меня канал не кулинарный. Поэтому я делаю не идеально для рецепта. Но я делаю так, как мне хочется у себя дома. И сейчас взбиваем сахар до... Ну, как бы по максимуму я стараюсь хотя бы до белой пены добавить. Лучше вы используете миксер. Бездея взобьется. Более пышно будет. А так, конечно, рука устает. Но ничего. У меня просто как раз сейчас вот сливочное масло стопится. Итак, я сейчас тоненькой струйкой буду добавлять размягченное, ну, размягченное, мягкое сливочное масло. В общем, оно у вас должно быть вообще жидким-жидким. Сразу не добавляйте, потому что все-таки там яйца и нехорошо, если они там начнут сворачиваться. Просто старайтесь это сделать постепенно. Немножко добавили, взбили. Немножко добавили, взбили. Это наш так называемый доклад. Так, можно еще добавить. Потому что все-таки масло, оно такое, оно еще горячее. Если оно у вас совсем теплое, то все равно я советую постепенно сделать. Так. Отличное масло уберите по вкуснее. 82,5% в идеале. считается одной из лучших. У меня вообще оно фермерское, я им доверяю. Смотрите какая там сетенция получается. Миксером все у вас намного пышнее получится. Но ничего, выпечка все равно, она у вас за счет дрожжей по-любому поднимется. Не переживайте. На данном этапе по-моему добавлять ничего уже не нужно. Сейчас я проверю. Можно ваниль добавить, это придаст выпечке такой более такой сладковатый аромат. Сейчас я взбиваю и просматриваю видео. Оказывается ничего сложного, просто нужно немножко заморочиться. Да, в принципе я делаю еще правильно. Справится даже ребенок. Я оставляю в покое эту массу, пусть она тоже отдыхает. Пусть тесто поднимается. Как только опара поднимется, ну не тесто, а опара. Как только опара поднимется, я к вам вернусь и покажу, что буду делать дальше. Я снова вернусь к вам. Смотрите, какое у меня чудо получилось. Оно аж прям дышит. Я обожаю вот эти моменты. Сейчас будет самое интересное. Мы эту опару будем вводить в наш доклад. По крайней мере по видео так было изображено. То есть не наоборот, а вот так вот, как я сейчас вам говорю. Так, вот мы сейчас... Ой, слушайте, оно прям дышит. Супер! Вот такая красота у нас идет наш доклад. Так, сейчас возьмем лопаточку и сделаем все красиво. Сейчас, секунду. со стенок все снимем, чтобы ничего нигде у нас не оставалось. Это самая вкуснятина. Так, сейчас аккуратно так. Пальчиком у нас все чисто. Пальцы все чистые, не переживайте. Так, сейчас. Все делайте не спеша, потому что обычно, вот когда я спешу, у меня всегда что-нибудь либо падает, либо все-таки что-то не получается. Так, поэтому не надо спешить. Вообще, с выпачкой всегда надо делать все спокойно, с расстановкой. Никуда не спешить. Эта выпечка вам ответит взаимностью. Так. У меня, кстати, экран на камере, он разрядился. Но я продолжаю с вами общаться все равно. Я уже просто знаю, как что-то стоит у меня здесь. Сейчас могу я руки. Поэтому не проблема. Но все, мы сейчас вот так вот все это размешиваем. Вот такая, чтобы у нас получилась однородная консистенция. Будет очень вкусно. И, конечно, я думаю, здесь больше килограмма, может быть, даже уйдет муки, не знаю. Но достаточно такое, знаете, жидковато. Попробуем. Какая вкуснотища. Вот, в принципе, говорю, как на куличе. Примерно такая же история. Очень вкусно. Я думаю, меня муж просто будет на руках носить. Так, сейчас я прям могу смело добавлять всю муку. Потому что я уже вижу, что мне этого количества не будет достаточно. У меня, тем более, здесь не очень много. Буду вот так вот потихонечку выводить ее. А потом придется ручки наши включать в работу и вымешивать тесто на столе. Не знаю, что я сниму так без этого, без экранчика. Потому что, ну, на самом деле, времени уже нет заряжать всю эту историю. Тем более, это тесто все равно, оно должно немного еще выстояться. Чтобы у нас выпечка была достаточно такой, пышной. Всегда после того, как вы добавили доклад муку, дайте тесту еще раз подняться. Это будет намного лучше. Поэтому я говорю, если вы куда-то спешите, лучше не беритесь за выпечку. Потому что она просто расстроится. Так, сейчас я, вы знаете, еще приду за мукой, вернусь, добавлю. Потому что они недостаточно. Мнятники. И так далее. вы сами знаете вот тут даже говорить сложно сколько нужно вам до муки потому что у всех мука разная производители разные вот кто-то говорит вот есть мука на прям хорошо так выбирает себя все есть вот надо еще добавить есть вот такое дело сейчас я возьму подсолнечное масло и начну месить тесто пока что в емкости вот этой обожаю процесс он так успокаивает главное что там настроение поднимается отличная текстура тесто спиной на булочки не надо много выдерживать опару там на два часа оставить еще добавлю это не к чему это просто не к чему но у вас должна быть сейчас такая консистенция теста чтобы она у вас отлипала от рук видите у меня еще липкая вот если бы я куличи сейчас пекла да в принципе это супер консистенция потому что кулич надо будет прям такой знаете влажненький такой я люблю такой не сухой знаете покупаешь магазине сухой в таких магазинах типа пятерочка вот даже перекресток сухой 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 и люблю тесто и прям вот ну не вариант вот она булочки на эти здесь нужно еще добавлять так как ванны можно же эту булочку как туда раскатать чтобы соответственно ничего не прилипало что пробуйте у вас все получается я вообще до сих пор мне кажется учусь что-то где-то я неправильно делаю где-то тороплюсь и все тесто но не прощает когда вы торопитесь поверьте видите сколько вот я добавила муки и она тесто продолжает в себя себя ее убирать какая красота обожаю обожаю мисе тесто это просто супер супер релакс такой для души как раз малыш сейчас спит он прям и мне подарок решил сделать можно еще добавить подсолнечного масла ничего страшного не будет если вы добавите можно кто знаете вот следующее добавляю тоже растопленное кто как любит знаете видите у меня уже не завида не видно у меня уже вот все у меня даже сама чаша она сухо без муки потому что тесто вот сколько надо но в себя взяло по полный я предлагаю сейчас тесто это переложить приложить в мультиварку снова и оставить еще на полчаса так будет намного лучше у меня здесь тесто вот это да пара лежала я сейчас знаете все таки по мою по моему емкость почему потому что все это здесь дело такое прилипнет и будет нехорошо сейчас так 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Такое у нас тесто Оно около 20 минут постояло В мультиварке у меня Так что сейчас будем работать Что я делаю Я отрываю вот такие шарики На будущие булочки Такие кружки Такие кружки Вот так вот их Делаю шарики такие Тесто хорошо отлипает от рук Я добавила немножко еще оливкового масла Так что прям, вы знаете Было прям как по маслу, как говорится Так Вот Смотрите Они могут быть не супер ровные Так У меня Заканчивается У камеры В общем батарейка Так что Буду снимать дальше на телефон Что делать Потому что И так Я думаю что видно Что я делаю У меня скалки Представляете Метки Все никак не могу скалку Найти Так Поэтому Буду я Стаканом Сейчас я стакан найду Буду Стаканчиком Все делать Так У меня чистый Ну вот Смотрите Вот У нас Получается Такая Вот Лепешечка Главное Стакан Не разбить Тесто Очень хорошо Поддается Вообще Выкатываю Как это правильно сказать Ой Какое тесто Слушайте Просто идеально Посмотрите Как оно Хорошо Поддается Значит Сейчас Вот так Вот Его Сверну В трубочку Но сначала Я посыплю Сахаром Сначала Я посыплю Сахаром Вот Так И Разнесу Сахар По всей площади Так сказать Сворачиваю В трубочку Видите Как я делаю В трубочку Так Сворачиваю Вот Так Вот Сейчас Будет Самое Тяжелое Ну Такое Не тяжелое А вот Непростое Может Для тех Кто в первый раз Вообще Что любит делать В плане Выпечки Сейчас Я противень Подготовлю Подождите Мне все это Сразу На противень Класть Потому Что Лучше Это делать Сразу На противень Так Беру Пергаментную бумагу Упакую Наверное Маслом я ее смажу Все-таки Хотя Она Вроде Неплохая Пергаментную бумагу Кстати Вы знаете Я не знала Об этом Оказывается Для Бергаментной бумаги Важно Качество Ну то есть Важно Подгорит Не подгорит В общем Нюансов много Смотрите Я взяла Трубочку Вот Так Сложила И У У меня Острый ножик Разрезала Постарайтесь Разрезать Так Знаете Хорошо У меня В разрезе Видите Вот так Получилось Вот Этот слой Да Посыпаем Еще раз Сахаром Чтобы Знаете Хорошо Так Было Вкусно Так Мою Руки Принцип Так Принцип 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 Того Как это надо делать Именно Именно Такой То есть Получается Сначала Раскатываю Значит В трубочку Все это Да И Потом Эту трубочку Перекладываю На Пергамент Сворачиваю И Разрезаю Посыпаю Сахаром Еще Вы Можете Не посыпать Кто Как любит Но Хотя Вы знаете Первый раз Готовим Так Так Не надо Так Посыпаем Сахаром Так Вот Сворачиваем В трубочку Сворачиваем 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 Тесто Прекрасное Просто Мне кажется Я прям Осенью с любовью Приготовила Это Чувствуется Оно Отлично себя ведет Все Видите У нас Трубочка Я Перекладываю Пергамент Опять Сюда Потом Вот Так Делаю Вот Прижимаю Кончик Чтобы Никуда Ничего Не Свалилось И Начинаю Разрезать Лучше Предварительно Ножик Поточите Если Оно У вас Тупой Лучше Поточите Так Еще Раз Можно Посыпать Сахаром Делаем Все Замечательно Мне Вроде Все Нравится Конечно Не Супер Но Так Неплохо Дальше Берем Снова Наш Прекрасную Нашу Прекрасную Лепешку Раскатываем Очень даже Хорошо Стакан Катает Тесто Раскатывает Очень Хорошо У меня нет С этим Проблем Поэтому Если У меня Нет Скалки Берете Стакан И все Не заморачивайтесь Вообще Так Снова Снова Мы С вами Делаем Вот Такую Трубочку Ничего Сложного Правда Вот Ребенок Вот Девочка Начинает У вас Сейчас Должно Тихо 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 Не Падать Не Падать Так Мы Кончик Прижимаем Так Чтобы Никуда Он Не Свалился И Разрезаем Я Еще раз Говорю Не Кулинарный Блогер И У меня Может быть Все По-своему Сделано Не Супер Идеально Так Что Я себя Не Супер Профи И так Далее Что Имейте Ввиду Берем Следующую Лепешечку Знаете Я Провожу Оно Я Чувствую Какое Пористое Очень Круто Мне Кажется Видео Получится Очень Долго Судя По всему Конечно Респект Блогерам Которые Делают Все В Ускоренном Варианте Виде Так Ну Ничего Мы только Учимся Я Не Профи Себя Никак Не Позиционируем Профи Так Вот Уже Более Уверенно Все Делаем Так Можете Знаете Что Сделать Помимо Так Плюшек Можете С корицей Булочки Сделать На основе Этого Теста Вообще Все Что угодно Я думаю Ватрушки Можно Вообще Все Что Хотите Все Что Хотите Все Главное Желание И Продукты Все Иметь В наличии Бывает Знаете Не хватает Яиц Например И все Конечно Выпечка Вряд ли Получится Вкусненькой Так Вот Так Вот Так Я уже Все Делала Прям На Продвине Сахаром Прям Посыпаю Здесь Ну Вот Шесть Штук У меня На Протвень Помещаются Мы Эти Булочки Поставим Как обычно 180 градусов Как все булочки готовы Так И поставите Тут Опять Я говорю Еще Зависит От Духовки Бывает Что 180 градусов Много И все Сгорает Бывает Что недостаточно Так Ну все Так Шесть штук Сейчас покажу Что у меня получилось И Конечный результат Вам Тоже Покажу Покажу Вот Смотрите что у нас получилось Вот Так Вот У меня Получилось Я думаю Что у вас Получится Намного Лучше Так что Старайтесь Делайте Порадуйте Своим близким Вкусной Выпечкой А я В свою очередь Буду Продолжать Делать Вкусняшки И Покажу Вам Результат Так Что Оставайтесь Со мной Снова Всем привет У меня Сейчас Беру Вот Такие У меня Плюшки Получились С сахаром Я вам показывала Весь процесс Приготовления Тесто Очень мягкое Аромат Великолепный Так что Обязательно Оставлю рецепт Под названием Видео Очень вкусные Плюшки С кофе Потому что Кофе Горький А сами Плюшки Сладкие Поэтому Они друг друга Дополняют На улице У нас Сейчас Ливень Сейчас Самое время Что-нибудь Испечь Так что Присоединяйтесь В наш клуб Любителей Печь Всем Спасибо Что Вы Смотрели Мое Видео Подписывайтесь На мой канал И Делитесь В соцсетях Этим Видео Всем Пока Пока Смотрите Продолжение следует...